МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Время новостей на МТВ в студии Светланы Лариковой. Сегодня в Волгограде открылись пришкольные летние лагеря. В гимназии номер 3 Центрального района тема первой смены – Китай. Сегодня в Волгограде стартовал конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций на получение грантов. Сегодня в Царицинской опере в рамках проекта «Русский балет навсегда» представили мультижанровый спектакль, посвященный 85-летию со дня рождения великого танцовщика XX века Мариса Лиепы. Об этом и не только, мои коллеги, я расскажу вам в течение дня. И смотрите в этом выпуске. В Волгограде вручили почетные знаки губернатора заботы о детстве. В оздоровительных лагерях региона стартовали первые летние смены. Сто юных талантливых волгоградцев прокатились по красавице Волги на теплоходе, а в Центральном парке культуры и отдыха прошел фестиваль «Лето с движением первых». С рабочей поездкой в Волгоградской области побывал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель Федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве вместе с губернатором Андреем Бочаровым посетил учебный центр Министерства обороны, а также проинспектировал реализацию проектов развития территории. Дмитрий Медведев оценил созданные на полигоне условия, пообщался с военнослужащими, которые проходят подготовку. Участниками диалога стали и бойцы легендарного отряда «Сталинград». Андрей Бочаров проинформировал Дмитрия Медведева о действующих в регионе, мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Перечень включает более 30 видов помощи. Эту работу координирует региональный центр и филиал Федерального фонда «Защитники Отечества». Жители предприятия и организации оказывают всестороннюю помощь бойцам в рамках работы регионального фонда «За победу». Накануне отправлена очередная партия грузов. Продолжается народная акция «Тепло из дома». Также заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации оценил результаты реализации проектов благоустройства. Вместе с Андреем Бочаровым он посетил обновленную нижнюю террасу Центральной набережной. Проект развития территории выполнен при поддержке Федерального центра. «Волгоград, Сталинград – это совершенно особое место. И, может быть, даже молодежь это так не чувствовала до того момента, как мы снова столкнулись с врагом, его нужно защищать интересы нашей Родины». Одним из ключевых элементов пространства стал бронекатер БК-31 – музей под открытым небом, посвященный подвигу героев-речников. Дмитрию Медведеву, принимавшему в июле 2022 года участие в открытии мемориального комплекса, передали картину юного волгоградца Матвея Азарова с изображением бронекатера. Еще одной доминантой обновленной нижней террасы набережной является амфитеатр. Новый объект стал популярным у волгоградцев и туристов. В конце июня площадка амфитеатра будет задействована для проведения второго регионального фестиваля 3-4. Дмитрий Медведев высоко оценил реализованные проекты благоустройства прибрежной зоны, позволяющие развернуть Волгоград к Волге. Председатель федерального оргкомитета поблагодарил губернатор Андрея Бочарова, представителей старшего поколения и молодых волгоградцев за эффективную командную работу. Со времени встречи в июле 2022 года выполнен еще один наказ поколения победителей – приравнять жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны. И мы сейчас граждане, живущие в Сталинграде, жители осажденного Сталинграда. И не просто, даже больше того, нам не просто дали этот знак, нас наградили этим знаком. Спасибо вам большое за все, что вы сделали. А мы что пока еще делаем, будем делать. На склоне центральной набережной специалисты завершили основные работы по реконструкции. Подрядчики, выполнявшие благоустройство второй очереди склона напротив речпорта, уложили на объекте последние квадратные метры рулонного газона. Обновление зеленой зоны реализуют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который инициировал президент России. На территории уже обустроены летничные спуски от улицы Красноднаменской к нулевой продольной и парку Царицынский. Перед этим специалисты завершили мощение спусков. Вдоль них укрепили подпорные стены, гранитные бордеры очистили при помощи пескоструйного оборудования. Агрономы высадили 300 крупномерных саженцев ели, сирени, черемухи, спиреи и беручины и оборудовали ландшафтную подсветку. Уход за растениями обеспечивает поливочник. Для удобства волгоградцев здесь впервые появилась парковая мебель, скамьи и урны. Обновление склона центральной набережной провели в несколько этапов с учетом сложного рельефа пространства. У подрядчика пятилетняя гарантия. За качеством работ их заказчик, муниципалитет строго следит. Благоустройство очередного участка набережной имени 62-й армии от уже отремонтированной территории у речного порта до нулевой продольной началось весной 2023 года в рамках рекпроекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда». Реконструированная территория стала логическим продолжением уже преобразившихся прогулочных зон. Ее оформление гармонирует с уже созданными объектами – верхней террасой набережной имени 62-й армии, парком Царицынским, сквером Угасителя и другими общественными пространствами. Вместе они образуют единую зону отдыха вдоль Волги от Волгоград-арены в Центральном районе до сквера на площади Чекистов в Ворошиловском районе. Более 100 тысяч волгоградцев приняли участие в отборе общественных территорий для приоритетного благоустройства в 2024 году в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Рейтинговое голосование проводилось на всероссийской онлайн-платформе с 15 апреля по 31 мая включительно. В нем принимали участие 8 общественных пространств во всех районах Волгограда. Парки, бульвары и скверы в списке определили волгоградцы в ходе общественных онлайн-обсуждений. Итоги отбора объявят в ближайшее время. Общественные пространства лидеры по результатам голосования приведут в порядок в следующем году в первую очередь. В рамках их благоустройства обновят покрытие тротуаров, высадят деревья и кустарники, установят малые формы, смонтируют системы полива, освещения и видеонаблюдения. Активное участие в организации и проведении рейтингового голосования по традиции приняли волонтеры, представители муниципальных учреждений. В пунктах поддержки и во время выездов на предприятие помощь всем желающим проголосовать оказывали более 150 волонтеров. «Лето с движением первых» – таков девиз Всероссийского фестиваля. В День защиты детей он проходил по всей стране. В Волгограде на площадке Центрального парка культуры и отдыха. Юные посетители получили уникальный шанс интересно и полезно провести время и отметить начало долгожданных каникул. Вместе с волгоградцами «Лето» встретила и моя коллега Дарья Славьева. Своё название «Движение первых» получила по итогам голосования на Первом съезде Российского движения детей и молодёжи. Грандиозный фестиваль «Движение первых» дал старт летним проектам и активностям для школьников и студентов по всей стране. Фестиваль, посвящённый Международному дню защиты детей, собрал юных волгоградцев и их родителей на одном из самых популярных общественных пространств города на Волге. Будет работать несколько секций. У нас концертная программа, есть кастинг-площадка для детей, которые хотели бы себя проявить в творческих мероприятиях наших тоже в дальнейшем. Основной площадкой события стала Москва. На территории ВДНХ гостей фестиваля ждёт увлекательная и разнообразная программа. В мероприятиях во многих городах России участвуют и представители Волгоградской области. Делегация Волгоградской области, больше 40 человек отправились как раз в Москву на ВДНХ, участвуют в фестивале первых в Москве. У нас есть ребята, которые отправились в Ставрополь на российскую школьную весну, представляют наш регион в творческом конкурсе во Всероссийском. Фестиваль начался с концерта, продолжился награждением лауреатов премии «Горячее сердце». В парке работают интерактивные площадки, каждый может присоединиться к движению. На сцене для зрителей выступают главные виновники торжества. Взрослые, они ведь тоже дети, и как и всем на свете, им тяжело мечтать. 15-летняя Полина занимается вокалом большую часть своей жизни. Сегодня она призывала волгоградцев не переставать мечтать. У всех детей есть какая-то мечта, и очень важно, чтобы взрослые тоже мечтали, потому что если нет мечты, то мне кажется, человек неполноценный, то есть что-то ему как будто бы не хватает чуть-чуть счастья, чуть-чуть радости, чуть-чуть вот этого детского задора. Ольга Панкова привела на праздник внучку. Сначала девочка с любопытством наблюдала за происходящим на сцене, а затем и сама вышла подарить землякам песню. Не твердят с утра до ночи, и будь серьезной и большой. Я не знаю, что же делать с рукой детскою дружой. Движение первых – фестиваль молодой. Находится в стадии становления, но уже полюбился волгоградцем. Я считаю, что сегодня я посмотрела на все. Я думаю, что впереди у них есть будущее. Интересный, яркий, шумный фестиваль в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование» продолжится в Центральном парке культуры и отдыха до 20 часов. Волгоградцы успеют посетить все разнообразные интерактивные площадки. Дарья Соловьева, Виталий Грищенко. Время новостей. В награду за упорный труд и большие успехи. Сто юных талантливых волгоградцев прокатились по красавице Волги на теплоходе. Руководство городской думы и администрации Волгограда вручили детям благодарственные письма и дипломы за выдающиеся достижения в учебе. Пассажирами рейса стали ребята из разных районов Волгограда. Представители администрации города организовали две поездки для детей, их родителей и педагогов. Награды вручили знатокам, истории, любителям русского языка и математики, юным спортсменам-победителям, талантливым музыкантам, художникам и певцам. Сегодня это мы, надежда и сила, сегодня это мы. Родители сразу замечают, что это твой талант и мы поем от души то, что мы хотим и мы это показываем глазами. Радость, грусть, веселье. Они всегда радуются, что мы выступаем и для них, и для учителей. А вообще всегда мы для себя выступаем. Дарья Скорикова не представляет жизнь без пения. Любит сочинять авторские композиции и представляла наш регион в шоу «Голос». Прикольный день, потому что я была очень рада, что я поеду на корабле. Таким поездкам, такую заслугу получать. Сегодня очень хороший день для меня. В таком необычном формате награждение талантливой молодежи проходит впервые. Судя по отзывам детей, прогулка по Волге, чествование будущих академиков и лауреатов творческих конкурсов станет традицией. Это те дети, которые занимают активную гражданскую позицию и принимают самое активное участие в жизни города. Участвуют в мероприятиях, проявляют себя. То есть они настроены на созидание. И сегодня мы говорим им большое спасибо. Степан Сапьянов в 7 лет посвятил игре на русском народном инструменте балалайки. Недавно исполнилась его мечта. Он сыграл на сцене Центрального концертного зала Волгограда вместе с артистами, профессионалами оркестра имени Николая Калинина. Мне это очень нравится. Я хочу совершенствоваться в этом и хочу стать артистом, чтобы все смотрели, как я играю. Очень приятно, что в такой необычной обстановке наградили всех ребят. Школьники Волгограда достойно представляют город-герой на различных конкурсах и олимпиадах всероссийского и международного уровней. Ежегодно одаренных детей становится больше. Растет число претендентов на звание стипендиатов Волгоградской городской думы. Мы с удовольствием будем поддерживать нашу молодежь, потому что когда мы сегодня начинали это мероприятие, у них горели глаза. Я уверен, что также они с такой же радостью, с таким рвением занимали первые места, добивались успеха в творчестве, в искусстве, в спорте, в науке. Летние каникулы – радостное и беззаботное время для детей. Праздник на теплоходе им запомнится надолго. Они получили заряд энергии и продолжат радовать родителей и педагогов развиваться и творить на благо любимого города на Волге. Тематика заезда – первая из шести летних смен в детском оздоровительном центре «Орленок» патриотическая. Первооткрывателями стали 470 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 17 лет. Дарья Денисова разделила с ребятами радость встречи с друзьями и начало летних каникул. Ярко, весело и дружно волгоградские ребята проведут 14 беззаботных дней в «Орленке». Первая смена вместе с детьми из нашего региона принимает ребят из других городов России. Они дарят друг другу положительную энергетику и много позитива. Скучать в лагере не приходится, каждый занят своим делом, но впечатления у всех похожи. Это очень хорошее место, где можно отдохнуть, набираешься здоровья, очень хорошо кушаешь. И столовая очень хорошая, все очень классно. Я нашла себе друзей и с подружками приехала. Я передаю привет моей самой лучшей маме Марии и лучшему папе Дмитрию. «Орленок» в первую очередь – это люди, заряжающие позитивными эмоциями активные и веселые моменты, проведенные в оздоровительном центре с профессиональными педагогами и друзьями. Останутся в памяти детей надолго. Наш отряд – спутник! Наш девиз – вперед, сцена! Ребята с нетерпением ждут летние каникулы не только из-за отсутствия уроков и домашнего задания, а еще и потому, что они отправляются в свои любимые детские лагеря. Здесь ребенок отдыхает от городской суеты, узнает много нового, учится самостоятельности. Образовательные мероприятия, квесты, онлайн-экскурсии позволяют детям непрерывно, но при этом очень интересно получать необходимые знания. Я в 14-м отряде, мне очень нравится, я уже не первый раз. Мне мама сказала, ты поедешь вообще в лагерь? Я такая, ну мам, я не хочу в школьный. Она тогда сказала, тогда ты поедешь в Орленок. А я очень обрадовалась, потому что в летнюю смену очень много приколюшек, и я хотела попробовать. Во время первой смены «Страна героев» про героев через игру, спортивную подготовку, интерактивные мероприятия. Ребята окунаются в изучение биографии героев и их подвигов на благо нашей Родины и всего народа. По словам педагогов, детям такой формат взаимодействия очень нравится, им интересно посещать тематические мастер-классы. Ребята интерактивно, совместно с тренировочными занятиями, ну, например, сборка-разборка автомата, или тут же у них идет какая-то игра по типу вертушки, окунаются в историю нашей великой страны, узнают героев не только нашего родного края, но и в целом тех людей, которые внесли свой подвиг во время Великой Отечественной войны. Отдельная категория отдыхающих ребят – скауты. Вступить в их ряды почетно и ответственно. Екатерина Павлова получила заветный галстук 4 года назад и с тех пор не представляет свои летние каникулы без Орленка. Мы изучаем туризм, медицину, скаутские обычаи. Вот это как отряд, но только не на одну смену, а на очень-очень долгое время. Я знаю, что у меня всегда будет опора, у меня всегда будут надежные друзья, мне всегда помогут. Дети с удовольствием из года в год приезжают в лагерь научиться чему-то новому, обрести настоящих друзей, попробовать себя в роли наставника для младших ребят. На время летних каникул Орленок трудоустроит 100 подростков. Одни будут следить за садом и деревьями в лагере, другие станут помощниками вожатых. Ольга Шулепова на этот раз в роли стажера. Такое занятие ей явно по душе. Я не думала, что я буду педагогом, но дети настолько меня зарядили и настолько я их люблю, что я поехала в первый раз стажером и мне настолько понравилось, что вот езжу на постоянной основе. В первой оздоровительной смене Орленка есть и несколько профильных отрядов шахматисты, творческие ребята и спортсмены, в их числе 100 юных самбистов. Мы здесь хорошо занимаемся, вот как видите, парни бросают друг друга, носят. Я с друзьями, это во-первых. Во-вторых, я могу чуть-чуть отдохнуть. Если когда-то в школе я уже устал, весь уставший, завялый, взял, приехал, отдохнул. За шесть летних смен в Орленке отдохнут более трех с половиной тысяч детей. Новинка оздоровительного сезона этого года – глэмпинг. Пять домиков на территории оздоровительного центра заменят традиционный палаточный лагерь. Лагерь, несмотря на то, что мы вступаем в год 80-летия, на будущий год нам будет 80 лет. Мы всегда молоды и на острие всех программ, на острие вообще новинок в отрасли, и мы будем дальше этому соответствовать. Муниципалитет Волгограда уделяет большое внимание комфортному и безопасному летнему оздоровлению детей, в том числе и в Орленке. В 2021 году в нем отремонтировали спальные корпуса, заменили кровлю, утеплили фасады, обновили инженерные сети. Подрядчик смонтировал систему вентиляции и кондиционирования в зданиях. На территории лагеря есть большая многофункциональная спортивная площадка с трибунами на 480 мест, бассейн, библиотека, эстрадно-театральный комплекс на 600 посадочных мест, образовательное пространство «Космос», настоящий шахматный городок и площадка для воркаута. Дарья Денисова, Александр Шишин. Время новостей. Они помогают юным жителям страны расти умными и любознательными, веселыми и здоровыми. Международный день защиты детей волгоградцам вручили почетный знак губернатора Волгоградской области «Забота о детстве». Этой высокой наградой удостойны представители сферы здравоохранения, образования, спорта, культуры и творчества. Имена отличившихся узнала Любовь Макарова. Учителя, тренеры, педиатры, воспитатели – те, кто своей профессией и своим образом жизни выбрал служение детству. Среди тех, кому вручают почетный знак – Борис Ефремов. Он стал приемным отцом для десятерых детей. Своих у мужчины трое. Совсем скоро в их большой семье очередное пополнение. «Через пару дней будет еще на два больше. Документы лежат сейчас в машине на оформлении еще двух. Один мальчишка с тракторного заводского района, другой с Краснооктябрьского». Тем временем у Бориса Ефремова уже подрастают внуки. А своих детей мужчина воспитывает так, чтобы они в первую очередь были хорошими людьми и умели справляться с трудностями. «Трудности они не боятся, если даже они выйдут. Так что и работают они сейчас. Сейчас мальчишки, которые выпустились, один у меня в Краснодаре, двое в Москве, здесь в Волжском, в Волгограде двое. А что работают, приезжают». Почетный знак губернатора Волгоградской области «Забота о детстве» вручают волгоградцам, которые внесли значительный вклад в социальную поддержку и охрану здоровья детей, их всестороннее развитие и воспитание. С момента учреждения награды ее получили уже 214 жителей региона. «Почетный знак губернатора Волгоградской области «Забота о детстве» вручается вот именно таким людям. Я не побоюсь этого слова сказать, которые свою жизнь посвятили служению детям. И делают они это с огромной любовью, с огромной душой и огромное им спасибо. Конечно, без этих людей невозможно сегодня представить все, что делается для детства в стране». На торжественной церемонии в триумфальном зале Музея панорамы «Сталинградская битва» наградили и победителей областного смотра конкурса на лучшую организацию патриотического воспитания на приз имени Героя Советского Союза Михаила Шумилова. «Я принимала участие в шумиловском конкурсе в агитбригаде. Бригада называлась «Звонкие стрижи». Мы общались с ветеранами, встречались с ними, изучали всякие исторические факторы. И на основе этого сделали небольшой фильм, в котором рассказывали про военные события, а также и современные». Заслуженные награды вручили и лидерам конкурса организации соцобслуживания на лучший материал для книги «Дети 21 века. Героям Сталинграда». Любовь Макарова, Рубентальский, Время новостей. Мошенничество с билетами на поезд, наркотики у пассажира легковушки и за что мужчина пытался задавить свою сожительницу. Об этих и других происшествиях за минувшие сутки расскажет сотрудник пресс-службы регионального главка МВД России Яна Маркина. В Жирновском районе возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. В ходе скандала со своей сожительницей подозреваемый сел в автомобиль и попытался наехать на женщину. К счастью, она не получила травм и обратилась в полицию. Участковый задержал дебошира. За угрозу убийства мужчине грозит уголовная ответственность. На стационарном посту в Светлоярском районе полицейские для проверки документов остановили автомобиль Лада Приора. Находящийся в салоне пассажир заметно нервничал. И тогда полицейские приняли решение провести личный досмотр. У 29-летнего мужчины в кармане шорт был обнаружен сверток с растительным наркотиком. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятым оказался наркотик «Гашиш». Волгоградские оперативники задержали подозреваемую в мошенничестве. 28-летняя жительница Санкт-Петербурга в интернете размещала объявление об оказании содействия в покупке билетов на железнодорожный транспорт. На уловку мошенницы попался 29-летний волгоградец, который перевел 55 тысяч рублей на ее расчетный счет. Но обещанных электронных билетов на поезд так и не получил. Следователям возбуждено уголовное дело. Подозреваемая арестована. Устанавливается причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений. А в Калачевском районе пенсионерка пострадала от действий мошенника, который в телефонном разговоре предложил женщине обезопасить деньги от несанкционированного списания и перевести их на безопасный счет. Потерпевшая поверила звонившему незнакомцу и перевела почти полтора миллиона рублей на номер расчетного счета, который он ей продиктовал. Уважаемые граждане, помните, что сотрудники банков никогда не звонят с просьбой перевести деньги на безопасные счета. График отключения горячей воды во всех районах Волгограда в июне и самые необычные имена новорожденных жителей региона. Расскажем в кратком обзоре самых читаемых публикаций портала МТВ онлайн. Очевидно и невероятное, как волгоградский производитель сумел изготовить 800 килограммов сардели из 16 килограммов фарша и насколько безопасна для здоровья такая продукция. Какие меры социальной поддержки для волгоградских семей с детьми наиболее популярны и кто может на них рассчитывать, можно узнать на портале mtv.online. Медработники спасли жителей Волгоградской области после нескольких ударов топором по голове. Подробности жуткого происшествия на нашем сайте. В Волгограде открыли набор волонтеров на молодежный фестиваль 3-4. Как стать частью большой творческой команды? Жителям Волгограда рассказали, когда ждать отключения горячей воды в июне. Информацию можно найти на портале mtv.online. Евпатий и Джульетта. Какими еще редкими именами назвали самых маленьких жителей Волгоградской области? А также, какое наказание грозит волгоградцам, инсценировавшим ДТП ради выплаты страховки? Насколько в регионе увеличился размер именных стипендий? И все, что нужно знать о трудоустройстве подростков в летние месяцы. Об этом и не только читайте на нашем сайте mtv.online. Сразу после новостей смотрите первый выпуск программы «Волонтеры». Работники реабилитационного центра занимаются спасением зверей, которые попали в сложные ситуации в естественной среде обитания. В этой программе они отправятся в Южную Африку на спасение верветок – зеленых мартышек. Смотрите в 14.30. И не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на сайте rutube.ru. Не пропустите главное – подписывайтесь на наш канал в Дзене. А на этом пока все. Встретимся в эфире уже в 17.00. Не переключайтесь. Сегодня днем в Волгограде без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем – плюс 24, плюс 26 градусов. Субтитры подогнал «Симон»